Долгожданное новоселье. Глава округа Евгений Речков вручил ключи от новой квартиры муромской семье. Очередники переедут из ветхого жилья в квартиру со всеми удобствами. Предоставляемое жилое помещение, пустовавшее несколько лет, было выявлено управлением жилищной политики. Подробности в сюжете. Даже вид из окна на самый красивый мост России не спасает ситуацию. Полузаброшенный дом по улице Войкова 4 доживает свой век. В аварийном доме занято всего две квартиры. Семья Ереминах ждет переселения отсюда последние 40 лет. Фабрики работали, по очереди получали. 40 лет вот в этом году исполнилось, как мы здесь живем. Из удобств только электричество. Ни газа, ни воды. Холодный туалет, по словам хозяина, не чистили уже лет 10. Спасает только печка. Старикам приходится топить ее два раза в день. Купаем дрова и топимся. Печка. Ключи от комфортабельной квартиры из рук главы округа Муром Евгения Рычкова словно подарок, который уже и не чаяли получить. В девятиэтажку на улице механизаторов Еремина перебрутся уже в ближайшее время. Подходящая квартира для пенсионеров была выявлена в ходе проверки, организованной управлением жилищной политики. До недавнего времени пустовавшая муниципальная собственность администрации просто не учитывалась. Навести порядок в городском жилом фонде постановил глава округа Муром Евгений Рычков. Люди жили, по сути, в аварийном жилье, непригодные на проживание. А квартира, по сути, своей без законов оснований им не предоставлялась. Из-за бездействия прежней администрации брошенные квартиры пустовали годами. В то время как росла очередь из людей, претендующих на улучшение жилищных условий. Благодаря работе Управления жилищной политики, часть горожан, нуждающихся в крыше над головой, получит как раз эти ранее пустовавшие квартиры. Уже сейчас выявлено шесть таких квартир. Это именно квартир, комнат уже десятками числятся, да, Николай, так понимаю, общежитий. Поэтому я думаю, что кроме муниципальных программ областных, где мы участвуем по социальному жилью, жильем молодым семьям, вот такая работа, она даст квартиры, может быть, даже больше, чем эти социальные программы. По словам главы, в ближайшее время предстоит работа по расселению аварийного фонда, а параллельно продолжится поиск пустующих муниципальных квартир и выселением из них людей, нелегально занимающих жилые помещения. Ольга Келешина, Александр Семенов, Николай Молоденов. Новости Муром.